Здравствуйте, с Вами Арсений Горечев, врач остеопад и клинический психолог. Сегодня мы поговорим о болезни и о здоровье и физическом, и психическом с позицией логических уровней Роберта Дилтса. Статью на эту тему я писал, ссылка внизу. Теперь поговорим об этом. Почему иногда болезнь никуда не девается, несмотря на все усилия эскулапов. Можно представить себе такую структуру, некую пирамиду. Самый нижний уровень – это окружение. Это то, где человек живет, в каких условиях. Далее – его поведение. Его способности, возможности. Возможности. Его убеждения. Его верования. Ценности. Идентичность. Эмиссия. Вот такие уровни. Что здесь, о чем идет речь. Болезнь можно рассмотреть, допустим, с позиции поведения. То есть, что человеку болезнь мешает делать. Или наоборот, что она позволяет ему делать. Допустим, он испытывает симптом. Боль в спине. Из-за этого симптома. И ограничение, допустим, подвижности. Из-за этого симптома он не ходит на работу. То есть, по факту он получает, кроме своих ощущений, он получает возможность не ходить на работу. Либо, например, он за счет своего симптома путешествует. То есть, он ездит лечиться в Германию, в Израиле, в Китае и так далее. Болезнь ему меняет так его поведение, таким образом, что позволяет ему путешествовать. И это путешествие наделено смыслом. Потому что, если бы он просто, например, поехал путешествовать, близкие бы ему сказали, что делать нечего. Ты отдохни на даче и все. Что ты тратишь деньги. Ну, если болезнь не меняет поведение, то ее, как правило, вообще нет. То есть, болезнь, которая ничего не меняет. Это понятно. А окружение? Под окружением понимается в виду и условия, в которых человек находится. Например, он работает ночными сменами много лет. И у него есть симптом – артериальная гипертензия. Если он не меняет свое окружение, то шансы выздороветь его невелики. Потому что ночная работа с постоянным контролем за приборами, например, вызывает у него постоянное напряжение. Здесь окружение влияет таким образом, что создает ему условия. В то же время уровень способностей. Его возможности, например, могут не давать ему оставить эту работу. И здесь на это влияет его убеждение. Допустим, что он убежден, что он инженер, и никем другим, кроме как инженером, он работать не может. Он может работать только инженером, только на том предприятии, на котором он пришел работать. Все. Это его убеждение. Это убеждение вызывает у него ограничение его возможностей, способностей. Что не дает ему поменять поведение, сменив свое окружение. Что он этого сделать не может из-за убеждений. Что мешает ему поменять убеждение? Это набор его ценностей. У него, например, в ценностях имеется быть инженером. Быть инженером. Дальше быть честным. Он считает, что, допустим, торговать это нечестно. Это убеждение у него такое, что торговать нечестно. Продавать что-то, покупать и продавать это нечестно, он считает. А в его ценностях важно быть честным. Быть инженером, например. Или быть врачом. Быть врачом и иметь ставку в 7 тысяч рублей. Это его ценность. И он не может измениться. Этот уровень закладывается из его идентичности. Он себя идентифицирует как кто-то. Допустим, инженер. Это если мы берем уровни, которые влияют на его окружение и на его поведение. А, допустим, в болезни тоже есть идентичность. То есть человек себя идентифицирует как гипертоник. Он говорит, я гипертоник. Теперь он гипертоник. Гипертоник. Ну там или язвенник какой-нибудь, или диабетик. И включается уже изменение его поведения. То есть гипертоник что должен делать? Пить таблетки, намерить давление, жаловаться. Я не знаю, что он должен делать. Из вторичных выгод здесь хорошо все описано у Эрика Берна в конце 60-х. Фактически это поведенческая игра деревянная нога. Что вы от меня хотите с деревянной ногой? Что вы от меня хотите, если я гипертоник? Уровень миссии здесь не сильно влияет, так как он достаточно высокий. И часто человек вообще его не осознает, как будто его нет. Он не мыслит об этом, не думает об этом. Соответственно, что иногда бывает? Изменили возможности. Вот этот уровень, например. Он изменился. Способности, возможности у человека есть. Возможность выздороветь. Его, допустим, полечил хорошо, стопат. Или с ним поработал психотерапевт. И его регрессировали, например, с симптомом. И здесь, сейчас, там и тогда. И он его перепрожил. И теперь самой причины болезни у него нет. И иногда возникает ситуация, когда с этим все решено, но почему-то симптом остается. Симптомы это фактически поведение. И это загадка. Загадка, если не думать вот об этом. Допустим, поведение. У человека нет уже причины для того, чтобы страдать. Но он привык, допустим, в течение 20 лет идентифицироваться гипертоником. То есть он не может быть никем иным, кроме как гипертоник. И в его поведении заключено прием препарата, измерение давления, ограничение своей активности. Ему нельзя выпивать, например, или заниматься спортом, или погружаться на глубину с аквалангом. И так он жил 20 лет. Почему он должен измениться? Та же из трех. На то, что его причин, его проблем, например, нет. Здесь вопрос поведения. То есть болезнь может быть рассмотрена как поведенческое нарушение. И если поведение не изменилось, то даже несмотря на то, что кто-то решил его причин для болезни, болезнь у него остается и находит потом себе новое источник для своего поддержания. Вот так вот.